Итак, сегодня кратенький обзор потрясающей игры, стратегии, которая называется Аномалия 2. Это Tower Defense наоборот, где не вы отбиваетесь с помощью башен и прокачки этих башен от наступающих, в этой игре наступаете вы сами. И, как мне показалось, нападать гораздо интереснее, чем обороняться. В любом Tower Defense есть моменты, когда вам уже ничего не нужно делать, остается только ждать и наблюдать, пройдет ли очередная волна врагов. В Аномалии таких проблем не появляется. В принципе, вам как раз наоборот нужно следить и перенаправлять своих игроков, смотреть, как изменилась обстановка, лечить их, восстанавливать, помогать артподготовкой и всякими авианалетами. Однозначно, проект выделяется на общем фоне. В нем, наконец-то, появился мультиплеер, в котором играют два игрока, один наступает, другой обороняется. Имеют они совершенно разные впечатления от игры, это очень положительно, можно периодически меняться. Игра, это сиквел, была уже Аномалия, что-то там вроде про Корею. В этой части доработано много чего изменено, графика шикарная, хотя и по-прежнему местами графика напоминает автомобильный навигатор, но появилось огромное количество спецэффектов, очень крутых. И вообще графика такая, на высоком приставочном практически уровне. Сюжет великолепно подается. Здесь будущее, пришельцы, причем очень похожие на те, что были в компьютерной игре Крайзис. Здесь роботы, героические, всякие подвиги, воспоминания. Все очень интересно, как в кино подается. Постановка миссий также стала гораздо разнообразнее. Расстановка сил на карте меняется каждые несколько минут. То из воздуха, то из земли появляются щупальца, рушатся скалы, трещины. Появляются, то десант высаживается, взрывается что-то. Придумать тактику в начале уровня и ее придерживаться до конца практически не получится ни в одной из миссий. Приходится постоянно делать поправку на происходящее событие. Геймплей по-прежнему состоит из двух частей. Первая это когда вы прокладываете маршрут конвоя по карте. Вторая это когда вы, напрямую управляя своими персонажами, оказываете всяческую поддержку. Основные правила игры в целом не поменялись. Базовая механика обросла всяческими бонусами и мелочами. Например, есть броневики с пушками, есть танки. Появились трансформеры, которые в свернутом состоянии слабые, но зато быстро перемещаются. А, превращаясь в шагающих роботов, наоборот, обладают огневой большей мощью. Аномалия 2 это доказательство тому, что любую хорошую смелую идею нужно сразу же реализовывать по максимуму. Иначе игра не будет популярной. Так произошло с первыми частями, хотя они поимели, конечно, популярность. Аномалия Корея, просто аномалия. Но эта часть гораздо-гораздо более продвинутая и выглядит законченным произведением, шедевриком небольшим. Как видите, графика настолько великолепна и детализирована, что моему восьмиядерному процессору не хватает мощности, чтобы во время игры еще и записывать видео. FPS падает чудовищно. Но без записи видео игра абсолютно не тормозит. На Full HD экране с MTK 6592 1.7 ГГц 8 ядер идет на максималке совершенно запросто. При записи видео падает до 10-11 FPS. Игра, в принципе, оптимизирована под разные разрешения. Даже на средних по мощности устройствах, в принципе, идет автоматически устанавливая средние по качеству настройки. Игра замечательная, всем рекомендую. Доставит удовольствие от игры обязательно и фанатам жанра Tower Defense, и тем, кто просто хочет посмотреть на высокотехнологичную игру. Игра напоминает в свое время по впечатлению, как Crysis, вышедший на компьютере. Графика потрясающая. Особенно для стратегии. Как всегда, игру вы можете скачать по ссылке под видео в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду очень рад, если вы репостните это видео в социальных сетях. Сейчас YouTube практически не платит ничего за просмотры. Совершенно отбивая таким образом желание что-либо снимать. Одна радость, что подписчики подписываются, и канал хоть немножко растет. Всем удачи, всем отличного настроения. Играйте в интересные игры, подписывайтесь еще раз. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok